Это сельбация легкого водорода. И там произошло накопление тяжелого водорода. А атмосфера была излучена. Это является однозначным доказательством того, что помимо присутствия СО2 в атмосфере, это является однозначным доказательством того, что в ней была вода и в большом количестве. По соотношению к длительному водороду ее массу можно оценить, что и делать. Она есть или на Марсе, была на Марсе. И ее там успешно ищут посидеть. Соответственно, на все эти планеты земной группы вода должна была быть привнесена из тех регионов, где она смогла прийти из газообразного состояния в твердое. Вот это важный вывод. Вы должны запомнить. Мы с вами говорили о газе. Прежде всего о воде. Ну а также АСО2, амбитание, амбитание, чего хотите. Вот эти газы для того, чтобы каким-то образом попасть в состав тела за исключением вот этих планет, они должны были сконденсироваться и перейти в твердую фазу. Они могли быть аффицированы только в твердом состоянии. То есть температуры должны быть такие, чтобы образовались твердые фазы. И тут мы будем с вами наблюдать противоречия. Например, когда нам подсчитывали баланс газовой фазы, мы говорили, что основной гуглировый содержащий газ – это СО. И казалось бы, этого СО должно быть везде очень много. Ну там, где есть лёд. Так нет. Потому что СО комбенсируется при температуре, ну при тех доменях, которые там были, при температуре чуть выше 20 кель. А такая температура не везде достигалась, когда образовывались тела, когда они аккумулировались. И производительность состоит в том, что аккумулировали как раз те газы в твердом состоянии, которых в самой газовой фазе было мало. Например, СО2. СО2 – самый распространённый газ на телах внешней части Солнечной системы. Хотя его изначально, в газовой фазе, было мало. Но просто его температура конденсации порядка, ну 70-80 кель. Это достаточно такие высокие температуры. Ровно то же самое относится к соединениям азота. Вы помните, когда мы считали баланс, мы говорили, что на 10 атомов азота, входящих в молекулы аммиака, приходилось только один атом. И мы их видим, входящий в состав молекулы аммиака. Это и есть к этому все основания. Но Н2 конденсируется при тех же самых температуре, что и СО. Тоже там 22-25 кг. А аммиак в форме кристалла гидрата конденсируется при 90-х. И таким образом мы намяты и поступаем в состав каменных ледяных тел. Об этом мы будем с вами говорить на следующей лекции. Ну, вот все это я вам говорила, что на стадии осколочного диска происходит дифференциация вещества за счет плавления в результате выделения ударной импактной энергии или гравитационной дифференциации. И наряду с аккумуляцией происходит их при столкновении, их разрушение. Если это были уже дифференцированные аскероиды, то определялось металлическое ядро и силикатные мантии. О том, что это так, сейчас мы знаем совершенно подоконненно. Потому что найден, если потом я вам покажу, найден аскероид. Главный поиск аскероидов, который по всем свойствам представляет из себя металлическое тело, с высшим снижением металла. Это явно остаток разрушенного камера, много дифференцированного штука тела. Длительность этой стадии, порядка 100 миллионов лет, и за эти 100 миллионов лет, должны были образоваться планеты земной группы, что подтверждается и аскероидическими данными, и изотопной геофонологией, о чем мы будем говорить на следующей лет. Ну, это просто картинка, как разрушались силы, а я взяла просто из... Это, еще раз, есть телоэклеста, геоменцированный. Он в два раза такого размера, меньше, чем ЦРФ. ЦРФ с 1000 км, полезно 500 тиометров. Вот здесь, для вашего облегчения, я как бы сняла в таблицу тот график, который говорит о... Ну, какие процессы происходили здесь в это время. Темная область отличает внутреннюю зону киска, а светлую – внешнюю зону киска. Вы ее сами посмотрите еще раз, потому что повторяете все то же самое, что я в акционерах пишала. Если вам что-то будет непонятно, вы меня спросите. Вот эта таблица на четырех страницах. И на этом наша первая лекция заканчивается. Значит, сколько мы перерыв даем сюда? Тринадцать минут. Тринадцать минут. Тринадцать минут, ну, так скажете. Понимаете, я тоже с удовольствием подключаю. Тринадцать минут. И, ну, так, желаю. Следующую лекцию. Пусть такая. Так. Тринадцать минут. Тринадцать минут. Да, так. Ой, сочетки, сейчас alto. То, что надо? Да, да. Да, то, что надо. То, что надо. Солнышко, сколько я тебе должна? Сываем. Нет, ну, это не проблема. Я, ну, честно, не понял. У меня будет Akkuно высокий, поэтому начинает... Да, там копейки. Ну, копейки. Угу. Продолжение следует...